Привет всем, мои дорогие подписчики и те, кто в первый раз зашел ко мне в гости. Я вас всех очень рада видеть. Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал, который называется Зеленская Handmade. Могу сказать сразу, я думаю, это видео не будет таким коротким. По той простой причине, что именно сейчас я вам буду показывать и очень много, как обычно, рассказывать о своих недельных процессах. О целых двух неделях, которые я что-то вышивала. Поэтому запаситесь терпением, возьмите свой любимый процессик, налейте, может быть, чайку, кофейку, ну или чего-нибудь вкусненького и поехали. Что я могу сказать? Были у меня планы снять недельные процессы, ну, я так и делала, но вот в этот раз у меня почему-то не получилось. И я решила все-таки подождать и снять уже рукодельные процессы за две недели. Значит, так, сегодня у нас вечер воскресенья, у меня есть время, я хочу вам рассказать. Вообще, я хотела бы сказать то, что за эти две недели много всего произошло интересного в моей рукодельной жизни. Потому что много было всего нового, неплохо в некоторых процессах я продвинулась, каких-то я не продвинулась вообще. Но вот что касается стартиков, часть стартиков я покажу уже в другом видео, потому что они касаются непосредственно серии моих магнитиков от фирмы Демная Вишня. У меня будет видео отдельно, я вам все покажу, это чуть-чуть попозже будет. Вот. А еще один старт я хотела бы показать вам сегодня. Как вы видите, у меня так все здесь, это навалено, навалено, но самый главный мой помощник, это мой ежедневник, это мой рукодельный дневничок, который всегда мне помогает ничего не забыть. И вот еще, кстати, мой стартик, те, кто смотрит мои сторис в Инстаграме, ВКонтакте, те уже в курсе. Вы знаете что, давайте-ка я сниму как раз таки и начну, прошу прощения. Я сейчас посмотрю, когда я стартанула с этим процессом, это было 30 октября. И сейчас я, блин, задеваю я штатив, я с этого начну. Я могу сказать, что это достаточно оправданный старт, тот старт, который многие девчонки ждали. Это тот набор, который я недавно купила. Набор называется Отмель Чайки, размер 19х14, фирмы Алиса. Это новиночка на формуле рукодельной, я тоже об этом говорила. Но, признаться, мне хотелось его начать, и я его все-таки начала. Так он у меня был упакован. Я сейчас покажу, что уже касается непосредственно организации этого набора. Ну, немножечко я внесла какие-то изменения в организацию. Смотрите, ключ к схеме лежит у меня здесь. Я его даже не вытаскиваю, я его смотрю через папочку. Значит, все нитки, которые у меня остаются там по одной ниточке, незаконченные, я прикрепила на ДУКО. Эти органайзеры мне не нравятся. Я неоднократно об этом говорила. И, следовательно, сейчас я посмотрю, все ниточки. Сейчас я посмотрю, я перекручу. Я временно, ну, по крайней мере, на время данного процесса, я закрепила уже не в ДУКО, а в том органайзере, который мне сделал мой пап. В общем, так я все организационное храню. Неоднократно я говорила, что органайзеры, которые в комплектации, мне не нравятся. И в данный момент я опять-таки это ощутила на себе. И не буду я себя терзать, не буду я об этом неоднократно говорить. Все, не пользуюсь и точка. Вот немножечко, что касается организации. Сейчас я покажу еще кое-что. Значит, схема. Что касается схемы. Я в прошлый раз, кстати, когда был видеообзор моих покупок, говорила о том, что я смогу зачеркивать, значит, текстовый делитель. Я ошиблась, текстовый делитель немножечко стирается. Вот так вот выглядит моя схема. Я ее зачеркиваю обычной ручкой. Немножечко я здесь расчертила. Только по центру я текстовый делитель. Вот так вот я храню. Было... Вернее, так я вот в процессе ее использую. Был у меня, знаете, такой план порезать ее на 4 части. Но я все-таки не сделала. Конечно, не очень удобно крепить, но я так делаю. Так, а сейчас я вам покажу, что уже... Кстати, из моих последних покупочек и пяльца тоже использованы. Ну, вот столько у меня готово. Нельзя, конечно, сказать то, что это много, но я хотела бы сказать то, что этот процесс, 1, 2, 3, 4, 5, 4... 4-5 дней меня вообще просто не отпускает, потому что вот не отпускает и все тут. Он такой, вы знаете, легкий, какой-то нежный, воздушный, красивый. Вот его хочется вышивать. Ну, у нас... Блин, у нас сегодня не воскресенье же, е-мое, у нас сегодня воскресенье... Ой, господи, воскресенье... Понедельничек, а я все еще думаю, что это воскресенье. Ёшкин, матрешкин. Да, завтра всем на работу. Вот. Так что я в понедельник, получается, снимаю. Надо было воскресенье снимать. Ну, ладно. И вот так вот выглядит в данный момент то, что касается вышивки. Ну, нельзя сказать, потому что мне осталось в одной четвертой очень много вышивать. Вот еще одно крыло. Одно я вышила у птички, второе осталось. Магнитик присосиделся. Вот. Ничего нового организации, я бы сказать, не могу сказать, что есть. Вот он мой старт. Старт 30 октября. Правильно я посмотрю? Да, 30 октября. Вышивается несложно. Еще знаете, что я хотела бы заметить? Вот уже в этом наборе, мне так кажется, изменили полукресты. Потому что полукресты, по крайней мере, в предыдущих наборах от фирмы Алиса, они, значит, выглядели как второй полукрестик, если мы вышиваем обычный крест. То есть справа налево, да? Вообще, как правило, мы вышиваем слева направо. Сейчас, вот я смотрю, уже они все как надо слева направо. Мне не было очень удобно. Я все хотела посмотреть. Надо, кстати, посмотреть. Если все действительно так есть, я вставлю фотографию. Ну, к примеру, июльский там, июльский мой, сентябрьский домик какой-то. У меня один еще не закончен. Мать. От Алиса. В общем, вышивается достаточно просто, незатейливо и очень приятно. Мне в данный момент нравится, что у меня получается. Вот он, мой новый стартик. И в данный момент я сейчас это все аккуратненько вот так вот убираю. Ой, у нас фильм идет, и кто-то кричит. В данный момент я хотела бы вам показать, я не помню, показывала, но не показывала, кстати, мою замечательную теплую ось. Я ее благополучненько вышивала еще неделю назад. Значит, смотрите, 21, 22, 23 числа. Вот. И вышивала я вот где-то вот здесь. И нельзя, конечно, сказать, что очень много. В основном, я говорю, мое время как-то очень-очень активно было занято магнитиками. Магнитиками от Дивной Вишни. Вы же помните то, что у меня коллекция есть, и осталось вышивать не так-то и много магнитов из этой коллекции. Все я покажу и расскажу в следующем видео, который будет вот уже конкретно о моем баре, о моих напиточках. Вот. Вышивала я потихонечку, но много, я говорю, времени занимали именно эти магниты. Хотя я старалась их вышивать как раз-таки днем, чтобы вроде как, знаете, вечера были свободны. Вот. Потому что, ну, вечера не хочется все-таки тратить. Вот. Но вообще недели хорошие. Две недели, они такие плотненькие. И стартик, и не один. Вот. И процессики достаточно, ну, в принципе, хорошие, хорошо продвигаются. Вот. Я помню то, что в своих, да, в своих планах я говорила о том, что хочу, значит, теплую осень. Вышить хотя бы, по-моему, половину, да, я говорила. Не знаю, как получится или нет. Ну, посмотрим. Возможно, так как у нас сегодня понедельничек, а мне почему-то казалось, что воскресенье, я все-таки вернусь к теплой осени. Один из моих долгоструюшек. Следующий процесс, который я хотела бы показать вам, опять-таки, невероятно вам уже известный. Это мой великолепненький коттеджик от фирмы Dimensions. Тот набор, о котором я тоже говорила, что планы, значит, половину отшить. Но я не могу правильно все вот как-то рассчитать, так как у меня вот здесь не вышито, здесь не вышито, здесь. У меня таким, знаете, кусками вышивалось вот здесь, я уже вижу, тоже не вышито. Но, в принципе, так как у нас ноябрь и декабрь, в моих вот таких мыслишечках, что я думаю, половину я все-таки, да, половину я отошью. Да. Набор красивый. Что я вышиваю в данный момент? Я стараюсь вышивать ближе к центру, к этой центровой линии. Нельзя сказать то, что я много, но я где-то здесь, здесь, здесь. Я вот пью его и бью, потихонечку стараюсь заполнять неотшитые кусочки, дырочки эти маленькие. Как только отошью здесь, 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 я уже перетяну эту работу. Вот. Я сейчас смотрю, что в моем дневничке. Ну, в общем, потихонечку идет, потихонечку идет вышивка этого процесса. Но как-то я говорю активно, вот, по крайней мере, на последней неделе, значит, Дивная и Димэншенс. Ой, Дивная и Чайки. Вот эти процессы были действительно вот как-то более такими, знаете, востребованными. Я очень мало времени посвятила даже последние две недели своим воспоминаниям от фирмы Classic Design. Хотя я неоднократно говорила о том, что этот процесс я буду вышивать не торопясь, ни о чем не думая, ни о чем не говоря. Много у меня в планах еще таких процессов, которые я, скажем так, хотела бы внедрить в свою руходяльную жизнь, то есть новые процессы. Да-да-да. Но я, наверное, это делать все-таки не буду, потому что... Нет. Мне бы с этим, ё-моё, разобраться. Вот я еще один новенький сюда втырила. Но я его уже показывала. Показывала его в Инстаграме и показывала его ВКонтакте. Вот они основные процессы, если не считать дивную вишню. Вообще, я, кстати, вот в данный момент думаю, что не очень длинное, конечно, видео получилось, потому что не рассказываю о дивной вишне. О ней расскажу еще раз, повторяю попозже. Вот. По-хорошему, конечно, за одну неделю желательно бы вышивать все процессы, а у меня их как минимум еще два есть. Но это такие более-менее активные. Но не получается. Если честно, мне сегодня вечером хотелось бы повышивать чайки, отмельно я не могу, потому что вот они. Первый, второй лежат, которые тоже надо продолжать. Не говоря о воспоминаниях. На этой неделе у нас неделька будет короткой и в плане работы, и в плане учебы. Потому что понедельник мы, пум, как бы отдохнули в понедельник, и он замазался, скажем так. Так, вот, ничего, конечно, прям вот такого сверхглобального, сверхъестественного сейчас нету. Но я рада, что у меня на этой неделе новый стартик. Замечательный, замечательный стартик. Хотя бы одну четвертую, конечно, желательно повышивать. Но, я не знаю, у меня активно все-таки магниты барные. Хочется вам показать, обязательно покажу. Сниму в середине недели. И на этой неделе я хотела бы выложить еще видеообзорчик одной очень красоты, большой, большущей, которую хотелось бы начать. Но, е-мое, откуда время, откуда время, откуда силы, не знаю. Ну, ладно, мои дорогие. Сейчас у меня скоро муж вылезет из ванной. Тимофей, пора уже укладывать спать. Завтра учиться. Буду я потихонечку сворачивать. А он говорил, я видю, что будет длинное, длинное видео. А нифига подобного. Всем большое спасибо, что зашли ко мне в гости. Те, кто еще не подписаны, подписывайтесь. Все ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в друзья. В инстаграме смотрите мои сториз. В однокласснике, вконтакте добавляйтесь в друзья. Надо еще снять видео о моем этом. СП обязательно показать много всякой красоты. Смотрите другие мои видео. И, конечно же, будьте живы и здоровы. Неделя рабочая у нас скоро начнется. И всем, конечно же, легкой рабочей недели. Счастья и всего хорошего. До встречи в других моих видео. Чуть-чуть попозже на моем канале. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok